Добрый день, с вами Обозреватель. Вот у меня такая красивая точила на компе, черная. Извините за сопение в комнате, это отдыхает родитель. И пока он отдыхает, я хотел бы с вами пообозревать одного человека. Это Наргиза Кирова, она сатанист. Вот, посмотрите сами. Вот тут специально скачал с телефона на комп, комментарий из ее личного инстаграма. Вот, посмотрите. То есть вот, человек пишет в инстаграме, я знаю, ты служишь сатане. И Наргиза Кирова отвечает, мне верно, сатана служит мне. Еще и с такой ухмылкой. То есть, Наргиза Кирова, это вообще отброс общества, который поклоняется лукавому, врагу человечества. И вообще сатанисты, они хотят разрушить этот мир, и они поклоняются разрушению этого мира. Я считаю, что они все должны сидеть в тюрьме, и вообще поклоняться лукавому, это вообще как-то неприемлемо. И я считаю, что законом это должно быть запрещено. То есть вот, посмотрите, вот она, Наргиза Кирова. Это фото тоже из ее инстаграма. То есть вот, демоническая пентаграмма, кто не знает. И, то есть, и этот человек образец молодежи. Ну, блять, это же просто отброс общества, который призывает всех поклоняться лукавому, еще и гордиться этим. Да, блять, чем тут гордиться? Тут плакать надо. Ты просто чудовище, Наргиза Кирова. Вот Наргиза Кирова, ее инстаграм-аккаунт, и вот эта вот статуя демона. Это видео из тату салона, где стоит вот такая статуя. из сатанинского тату салона. То есть вот она в инстаграме с демонической пентаграммой. То есть я не понимаю, почему против этих людей никто не борется. Я считаю, что против этих людей нужно бороться, и сатанисты не должны вообще находиться в шоу-бизнесе и приучать к этому молодежь. Потому что вот такие личности, как Наргиза Кирова, это гибель молодежи. Так что внимательно пересмотрите, кого вы слушаете и кого вы смотрите. Всем спасибо. С вами был Обозреватель.